Кто хотел быть с нами, уже с нами. Сейчас у нас остались только учителя истории и общества знания, и мы начинаем работать в наших секциях. Уважаемые коллеги, сразу же приносим изменения, извинения за те изменения, которые у нас в программке произошли. Обращаем наше внимание, что сейчас у нас работает секция «Место и роль регионального компонента в новых предметных концепциях». А все, что связано с формированием предметного результата, это будет работа после кофе-паузы второй нашей секции. И в программке у нас немножко поменялась ситуация. Что, Наталья Владимировна? Я пока еще ничего не сказала, что с чем поменялось. Итак, сейчас работает секция «Место и роль регионального компонента в новых предметных областях». А вот выступающие, которые заявлены в программке, они поменены местами. Наталья Владимировна, теперь понятно? Спасибо. Итак, «Место и роль регионального компонента в новых предметных концепциях». Это сейчас будет тема обсуждения всех предметов, о которых мы сегодня с вами говорили в пленарной нашей части. Мы сейчас будем говорить о концепциях, связанных с предметными составляющими. Это история и общество знания. И мне бы хотелось представить для вашего обсуждения, такой нашей тесной, но могучей составляющей, Следующие вопросы – это все, что связано с уже принятым культурно-историческим стандартом, проектом концепции по всеобщей истории. И предлагаю разворачивать наши работы секции по следующим вопросам обсуждения. Это вопрос «что?», это вопрос «как?». И в связи с этим появляется новое, ну, по крайней мере, для нашего региона, да, скажу, если просматривать и анализировать, что связано с концепциями, это этническое содержание. Вот раньше, раньше, на территории Красноярского края было все ясно и понятно, что отвечал на вопрос национальный региональный компонент, да, это отдельный учебный предмет, история Красноярского края, который он изучал с 6 по 9 класс. И старшая школа – это основа регионального развития. В связи с изменением ГОС и, соответственно, с принятием обсуждения проектов концепции, эти вопросы теперь зазвучали с новой позицией. И логика секции построена следующим образом. Сначала мы попробуем пообсуждать все, что связано с предложениями федерации по поводу содержания и региональной истории, и этнической составляющей, а потом попробуем поотвечать, как регион, в данном случае Красноярский край, как субъект федерации, предлагает один из возможных путей решения обозначенной проблемой. То есть вот логика выступающего будет такова. И первым, пальму первенства, да, как вы прекрасно понимаете, я предлагаю отдать Данилову Александру Анатольевичу, который осветит вопросы, связанные с ролью региональной истории в новой структуре и концепции исторического образования. Давайте договоримся, что пока Александр Анатольевич сюда идет на эту замечательную сцену, мы вопросы в течение голове удерживаем, да, а после выступления немножко времени оставляем на то, чтобы пообсуждать. Потому что, чтобы секция была такая обсуждаемая, договорились? Ну, в путь, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы начать с того, что, собственно, сама концепция нового УМК по отечественной истории, а также и по истории всеобщей, она ставит одну из задач, если внимательно посмотреть, новое как бы сочетание и выстроение системы образования исторического таким образом, чтобы были четко представлены три уровня исторического знания. С одной стороны, место и роль России в мире, так сказать, и это проходит не только через курс всеобщей истории, но и концепцию отечественной истории. Второе направление – это сама наша федеральная, так сказать, история, и как и что всех нас объединяет, где бы кто ни жил, хоть Москва, хоть Дальний Восток, или Красноярск, или еще любая другая территория. И третий их уровень – это уровень региональный и этноконфессиональный, как угодно его можно еще называть, который давал бы нам общее представление на уровне, опять-таки, едином для всех, не только в самих национальных республиках, а самих себе они должны знать и учить материал, но и для всей страны. У нас есть и сегодня, так сказать, в той же Москве ученические коллективы, где ребят из русских семей, может быть, там, 3-5 человек, а все остальные представляют совершенно другие народы. Поэтому знать нужно действительно нам всем, элементарно может быть, так сказать, но все-таки знать и иметь общее представление обо всем том, что нас всех объединяет. И плюс к тому показ вот этого самого единого положения на разных этапах нашего государства, на мировой арене, в мировой политике, культуре, истории, которая давала бы, значит, четкий ответ на вопрос, почему то, что происходило в России, происходило так, в связи с какими конкретными внешними обстоятельствами это происходило, и, соответственно, как внешние вот эти обстоятельства и факторы влияют и сегодня в том числе на наше внутреннее развитие, на специфику развития регионов, так сказать, и так далее. Это сложная задача. Ее решать можно тоже по-разному. Одним федеральным учебником этого не решишь. Это я все предваряю в своей тезисе, которую буду сейчас вам высказывать. И, естественно, в этой связи, вероятно, движение, это мое личное мнение, я никаких тут властных структур, никого не представляю, просто хочу вам выразить свою позицию. Вот то, что у нас для старшей школы сегодня звучит предмет, как «история», а в подзаголовке, так сказать, идет «отечественная история», «история всеобщая», это все-таки один из шагов в том направлении, что, вероятно, курс истории, он вот таким синтетическим будет когда-то, в далекой, наверное, перспективе, потому что сегодня пока мы вряд ли к этому готовы. Но это все-таки тот вариант или тот пункт, к которому уже мы сегодня начинаем идти. А то, что касается региональной истории, то, конечно, отразить историю всех регионов, тем более достойно ее представить на уровне федеральном, это не только невозможно, но вряд ли и нужно, тем более в рамках тех часов, которые есть. Поэтому задачей дня остается не потерять тех наработок, которые были прежде в плане создания учебных пособий по региональной истории, и истории народов на конкретных территориях нашей страны. Поэтому учебники региональные, сопряженные вот с этой общей федеральной концепцией, о которой мы сегодня говорим, это та задача, которую нам всем предстоит решать. И в том числе я хотел бы, зная, что есть такие разработки и в Красноярском крае, есть авторы, которые здесь сегодня мы их видели, которые создавали эти учебники. И мы, конечно, давайте вместе сотрудничать. Это не важно даже с каким конкретным издательством это стало происходить, а важно, чтобы эта работа, безусловно, была выполнена. Так вот, каким же образом, так сказать, и что можно сказать по этой теме? Значит, еще раз повторю, что одна из центральных идей новой концепции исторического образования это поиск оптимальной модели сочетания всемирной, федеральной и региональной истории. Как пытались реализовать в нашем УМК под редакцией Таркунова в издательстве просвещения эти позиции? Первая позиция – показать историю России как часть мирового исторического процесса. Я не знаю, помните ли вы учебники, вузовские, правда, учебники послевоенного времени, я их тоже помню, это не потому, что жил в это время, а потому, что просто их смотрел потом уже, в более позднее время. И заходы в этих учебниках были фактически у авторов одинаковые. Начинался каждый крупный раздел с рассмотрения России в системе международных отношений, но через призму именно внешней политики и международных союзов, отношений, так и с тем прочим. Чего не хватало на сегодняшний день, и до сих пор, может быть, не в полной мере хватает, даже с учетом вышедших учебников, это показ не только политической, и уж тем более только внешнеполитической составляющей, но и всех остальных. То есть, как развивалось хозяйство, которое с какого-то времени, так сказать, со временем великих географических открытий, постепенно становится мировым хозяйством. Каким образом и какие происходили изменения в социальной системе, в политических системах, и не только европейских стран, но и стран азиатских, и Соединенных Штатов, когда они возникли и так далее. Каким образом и что происходило в плане развития самобытных своих собственных национальных культур в разных очагах ее возникновения в разных районах Земли, и каким образом в последующем начинался синтез этих культур, взаимообогащение этих культур, каким образом и как принимала участие в этих процессах наша страна. Это очень важный все момент. Каким образом и что, вот когда мы говорим о великих географических открытиях, ведь мы говорим с вами о чем обычно? Мы говорим и имеем в виду исключительно то, что касается открытия Америки и, так сказать, европейцами других районов Земли. Но это взгляд, во-первых, европейца, причем, как правило, западноевропейца, на все остальное, но ведь такой взгляд может быть и из других районов Земли. Поэтому в нашей линии учебников мы показали ту особую роль, которую сыграла в великих географических открытиях Россия, если говорить о ее истории 17 века, и в том числе, так сказать, даже и в 16-м они начались, эти процессы сначала освоения там Сибири, так сказать, тех районов, которые были неведомы европейцам в ту пору. Но это и другой взгляд, это и взгляд, например, ведь первые фактически такие масштабные экспедиции географические еще в начале 15 века начались из Китая, как вы помните, Джанхэ, так сказать, его морские экспедиции и в Индию, и в Аравию, так сказать, и в Персию и так далее, и даже до восточных берегов Африки они доходили, огромные целые города передвигались, так сказать, на огромные пространства, и для Китая это было открытие и познание того мира, или великий шелковый путь, возьмите, так сказать, познание того мира, который до этого времени был им во многом неведомым. Поэтому мы в учебниках показали, в начале каждого раздела фактически ввели, небольшие фонарики, они не повторяют материалы, а развивают, дополняют тот материал, смычками являются, если угодно, с тем материалом, который был уже известен и был дан в курсе всеобщей истории, с которой этот период начинается в каждом новом классе. Вот здесь я вам просто приведу примеры, они написаны, значит, место и роль Руси в Европе, если о шестом классе вести речь. Значит, Монгольская империя, изменение политической карты мира. Это особенно актуально, потому что все то, что происходило, мир не знал до сих пор, даже не знает аналогов, до той империи, которая представляла, которую собой представляла Монгольская империя и в плане территории, и в плане, так сказать, обилия народов ее населявших, и влияние на соседние народы и государства, которые не входили в ее состав в последующем. Это и влияние, или взаимовлияние западных территорий, в частности, взаимоотношения литовского государства и Руси. Это и русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 века, так сказать, каким образом и что было тогда предпринято. Это и проблемы, связанные с развитием религии и церкви в условиях, когда была предпринята попытка объединения, так сказать, церквей, условиях падения Византийской империи. Если говорить о седьмом классе, то это как раз вот тот самый раздел, о котором я вам уже говорил, мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий, но не только он, мы говорим, а показываем и сравниваем процессы формирования единых государств в Западной Европе и в России, выделяя ту специфику, которая им была присуща. Так же, как и место, и роль, и последствия в том числе, и социально-экономические в плане великих географических открытий, специфика именно России, она тоже здесь вырисовывается именно своя. В условиях, когда в Западной Европе великие географические открытия стимулировали развитие экономических рыночных отношений, открытие для России восточных, там земель и территории, так сказать, оно, в общем-то, в условиях проходило иных, в условиях, когда крепостное право, о которых становилось или начинало утверждаться в том же 17 веке, так сказать, в середине 17 века, почти одновременно с этими открытиями, но, правда, в Сибири оно никогда в такой степени не было развито, как это было у нас. Это вот один из примеров того, каким образом и что можно и нужно закладывать в содержание курсов истории, каким образом может быть представлен тот же самый региональный компонент, так сказать, при изучении подобного рода темы. Сначала он обозначается, а затем он раскрывается уже в курсе непосредственно региональной истории. Дальше. Очень важным, на мой взгляд, новым подходом, который в наших учебниках есть, я удивился, что этого как-то не реализовали другие коллеги наши, потому что это все в стандарте-то прописано было. Ведь фактически речь идет о том, что мы впервые начинаем отсчет того, что представляет собой современная Российская Федерация, не с момента образования древнерусского государства, или как там его угодно назвать, государства Русь у восточных славян. Мы показываем это как историю развития всей ее современной территории, и в этом смысле развитие тех государств, и этногенез, и политогенез, так сказать, в восточных районах нынешней Российской Федерации, он представляет собой очень большое как раз значение. Я не хочу сказать, что он очень сильно там представлен в самих учебниках. Нет, но он обозначен. И вот сам этот подход, он является, на мой взгляд, очень и очень важным. В том числе показаны и те сюжеты, которые являются исключительно важными. У нас сами археологические открытия, которые вообще в Сибири были сделаны, и в Южной Сибири в том числе, это и как раз с участием ваших коллег тоже, и коллег наших из Новосибирска, и открытия Денисовой пещеры, и, так сказать, анализ всех этих археологических материалов, которые были получены, и на Фонтовой горе, и, так сказать, в других местах, они меняют представление о древней нашей истории, о том, каким образом и в какое время проходило заселение этих территорий. Сегодня, кстати, у вас уже в утренних новостях, когда смотрел, здесь смотрю, пишут, что, значит, вот австралийские археологи сделали вывод о том, что на основании раскопок самой древней в мире цивилизации является как раз цивилизация, существовавшая на территории нынешней Австралии, потому что возраст ее составляет 53 тысячи лет. Ну, у нас, как вы знаете, материалы археологических исследований показывают, что человек давным-давно пришел, так сказать, на территорию современной Российской Федерации, каким образом это происходило, и что за материалы могут быть проанализированы. Очень кратко мы же для детей пишем, но все-таки в учебниках, так сказать, это все показано. Здесь же показаны и тут те первые города, которые на территории современной Российской Федерации были сформированы, и это вовсе не Дербент даже, так сказать, который отметил полутора тысячелетнюю историю недавно, но это Аркаим, который вообще ровесником, так сказать, древних египетских пирамид является, причем уникальное совершенно явление в мировой истории. Нам, правда, всегда говорили потом коллеги-историки, что зачем писать об Аркаиме, потому что мы не знаем, вот все одномоментно прекратилось, и больше они никогда сюда не вернулись. Ну и что, что они сюда не вернулись, там, где они жили? Но они же создали то, что мы сегодня изучаем, причем это то, чему аналогов не было применительно к этому времени в других местах и территориях. То же самое можно сказать и о греческих городах, полюсах, то есть Крым вообще уникальным в этом смысле является, уникальной территорией, потому что это было всегда на протяжении всех времен, и до сегодняшнего дня таким остается, слава Богу, наверное, что это синтез разных культурных традиций, это синтез разных народов, это уникальная совершенно территория, на которой всегда умели и могли жить вместе и создавать вместе ту неповторимую культуру, так сказать, которая сегодня существует, представители разных народов. Это и Дюркс, и Каганат, и это, так сказать, и Монгольская империя, о которой я говорил, и другие. Теперь возникает вопрос в этой связи, мы его так вот и обозначили, что чужие свои исторические деятели. У нас ведь на территории современной Российской Федерации, родились как раз те, кого мы никогда и не рассматривали, как, значит, людей, которые имеют какое-то отношение вообще к нашей истории. Чингисхана, того же Субидея и других, так сказать, хотя родились на территории современной Российской Федерации, в ряде случаев спорят лишь о том, в каком месте это происходило. Но это к тому, что само отношение и к самим историческим деятелям, так сказать, и к тому, что, и какую, так сказать, традицию они в себе несли или продолжали, наоборот, это тоже вопрос, довольно корректное решение, которое должен был бы содержать в себе. Далее, сравнение исторических деятелей отечественной истории с историческими деятелями мировой истории. Это вот тоже один из приемов, которые в учебниках присутствуют, для того, чтобы показать вот эту связь в одной линейке только лишь, мировая и отечественная история. Но в учебниках по региональной истории, о которых я говорю, безусловно, эта традиция должна быть воспринята и продолжена, и там уже применительно к разным позициям появлялись, так сказать, три, а то и больше, так сказать, вот этих самых столбиков с отражением тех персоналей, которые должны быть показаны. Если в историко-культурном стандарте вы внимательно посмотрите, то в отличие от советских программ, утверждавшихся в ЦК КПСС, в свое время, и где было огромное количество представителей разных народов и традиций политических в числе персоналей, в историко-культурном стандарте вы их не увидите, и это плохо. Но это означает лишь одно, что этот самый перечень лиц, которые известны, которые внесли свой огромный вклад в развитие конкретных территорий и народов нашей страны, они должны быть обязательно представлены вот в этих самых региональных учебниках истории, которые продолжают и развивают традицию федеральных учебников и историко-культурного стандарта. Дальше. Отдельные параграфы я вам уже сказал, так сказать, как представлены и где. Система заданий к ним тоже даны. Вторая особенность, и третья одновременно тоже, это формирование представления об истории России не только через показ ее как часть мировой истории, но и показ истории России как истории разных регионов и народов, которые ее населяют. Только через это можно сформировать как раз российскую гражданскую идентичность и патриотизм, как патриотизм разных народов, объединенных в российский народ сегодня и разных территорий, которые представляет сегодня Российская Федерация. Поэтому здесь мы дали материалы, о которых я вам говорил, это вот ответ на один из вопросов, который был обозначен в самом начале, каким образом показывать этническую историю, каким образом показывать народы нашей страны. Мы дали параграфы, но они не как параграфы даны, а вот то, что со звездочкой обычно бывает, как дополнительный материал для самостоятельного изучения и проектной деятельности, который показывает разные территории и народы в разное время. Это сделать надо обязательно. Говоря не о каждом народе, просто нет такой возможности, но показывая группы народов хотя бы и территории, и их развитие на том этапе, о котором идет речь на федеральном уровне. Ну, например, помните всегда, у нас был такой параграф в учебных, по крайней мере, последних двух десятков лет, параграф, который касается присоединения там Казанского, Астраханского, Ханского и Сибирского Ханства к Российскому государству в 16 веке. Все прекрасно. А что собой они представляли до того, как вошли в состав российского государства, об этом никогда не говорилось. Но они же, для них-то это их история, понимаете, никак она не началась только с вступления в состав российского государства. Поэтому мы один из таких материалов как раз и взяли государство Поволжья, Северного Причерномоля, Сибири в середине 16 века. То есть до того, как российская, как бы, экспансия, если угодно, или колонизация этих земель началась. Совершенно в ином смысле, как вы понимаете, я употребляю оба этих выражения. То же самое касается и народов России во второй половине 16 века, когда уже ряд народов перечисленных стали частью российского населения, так сказать, именно населения, а не народа еще пока, и, соответственно, стали развиваться в рамках единого государства. То же самое и раздел по народам России в 17 веке. А вот начиная с 18 века уже, когда империя, так сказать, формируется и расширяется все дальше, начинают появляться параграфы, которые не столько с бытом и особенностями традиции этих народов даются, а дается это через национальную политику и национальные движения этих народов, потому что тогда уже смысл как бы появляется несколько иной. Вот в этих вопросах, в числе этих вопросов, так называемыми трудными или острыми вопросами являются вот какие сюжеты, которые тоже мимо них не пройдешь никак. Во-первых, взаимоотношения русского населения с народами присоединенных территорий. Показывать их как идиллическую некую картину невозможно, потому что на этом именно делают сегодня акцент те, кто нас рассорить хочет. Поэтому сложности нужно показывать, когда они носили объективный характер, они не были, так сказать, такими уж прямо благостными эти отношения, особенно первоначально, но и цивилизующую роль, так сказать, вот этого вхождения в состав российского государства, его тоже, естественно, нужно показывать. И взаимоотношения власти с представителями разных религиозных конфессий здесь тоже очень важно иметь в виду, тем более, что на разных этапах, даже в том же XVIII веке мы едва ли не три таких этапа, видим, так сказать, различия в национальной и конфессиональной политике государства. Поэтому вот эти особенности в самом общем виде, естественно, их нужно людям сообщать, для того, чтобы они понимали смысл хотя бы общий того, что происходило. Теперь мы показали, конечно, не прямо вот где-то отдельным параграфом каким-то, но показали, тем не менее, или попытались отразить вопросы истории Сибири, например, в нашем МК. В чем это проявляется? Характеристика первостоянных человек на территории Сибири, о чем я уже говорил. Характеристика этногенеза в регионе, отражение первых протогосударств и государственных объединений на территории Сибири. Далее, взаимодействие кочевого и оседлого мира, причем именно территории нашей страны, на территории современной Российской Федерации, собственно, зародились эти кочевые государственные объединения, так сказать, и они, или можно даже просто сказать, кочевая цивилизация, которая в своем развитии прошла очень серьезный и большой путь. Мы, когда разрабатывалась еще концепция сама, очень много времени провели в откровенных обсуждениях с представителями Академии наук Республики Татарстан, потому что нужно было посмотреть смысл того, что они думают по этому поводу, для того, чтобы снять возможные какие-то разночтения. Ведь смысл всей работы, которая была проведена по разработке концепции, заключается именно в том, чтобы попытаться найти общий взгляд на это. А как его найти, если, допустим, для татар это трагедия, например, взятие Казани, а для наших, наоборот, это одна из важных страниц в превращении государства, так сказать, и прочее. Оказалось, что можно это сделать при желании. И, в частности, вот какой подход был предложен татарстанскими нашими коллегами, которые, фактически, мы попытались реализовать в этой линии учебников. Речь идет о том, что само государство наше, Русь, оно образовалось или формировалось как государство изначально многонациональное и многоконфессиональное. В самом Киеве, если говорить о самой ранней истории, существовали разные религиозные общины. Это были, между прочим, и мусульманская община достаточно сильная, и иудейская община очень представительная. Это и христиане были, так сказать, еще на всяких крещениях Руси и прочее. Кроме того, это были те, кого называли раньше язычниками, но теперь в историко-культурном стандарте, как вы помните, их ласково называют традиционными верованиями или представителей традиционных верований. Значит, ну, так или иначе, это вроде как политкорректно звучит, но на самом деле речь идет, конечно, о языческих представлениях и верованиях того времени. Поэтому нужно было, ведь сама легенда о выборе веры князем Владимиром, она основана на том, что такой выбор перед ним объективно стоял. Больше того, после того, как выбор был совершен в пользу христианства, Харазеншах, который имел в виду, что совершенно другим образом другая вера должна была быть принята в Киеве, а влиять он мог через кочевников, через, значит, степных вот этих вот самых кочевников, бандитов, как их иногда называли прежде. Значит, нужно было повлиять или можно было повлиять на то, чтобы, ну, как сказать, Русь изменила веру, изменила, так сказать, религию. Почти 50 лет длились войны, которые финансировал Харазеншах, значит, через кочевые племена Северного при Черноморье для того, чтобы этот выбор изменить. Но, тем не менее, выбор был совершен. Я мог много и других примеров приводить, но речь идет о том, что на каком-то этапе вот эта борьба кочевой и оседлой цивилизации, а именно так татарстанские наши коллеги предлагают рассматривать эту тему, сначала привел к тому, что это была победа кочевой цивилизации над оседлой, в том числе через создание и походы, так сказать, монгольских полководцев и военачальников и политических деятелей, а затем, в том же середине 16 века это была, уже, так сказать, обратная реакция, это была победа оседлой цивилизации над кочевниками. Так или иначе, многовековое сосуществование и взаимодействие славянской и тюркской цивилизации на территории современной Российской Федерации, это та тема, которая должна быть очень четко обозначена и в нашем с вами представлении, просто потому, что мы сегодня все вместе, опять же, живем, так сказать, и больше того, мы имеем уникальный опыт общения представителей разных народов и конфессий, разных культурных традиций в условиях единого государства. Это то, что является уникальным опытом в тех современных условиях в Западной Европе или где-то еще, которые мы с вами наблюдаем. Поэтому я не буду перечислять всех этих позиций и пунктов, но мы попытались показать через группы регионов или крупные регионы страны, каким образом и что было особенно важным и как проявлялась эта специфика на разных этапах развития нашего единого многонационального и многоконфессионального государства на протяжении его истории. Еще одна тема большая, это взаимодействие культур и религий, опять же, как она выстраивалась на уровне всемирно-историческом, так сказать, в области всемирной истории, каким образом она проходит на уровне федеральном через взаимодействие культуры нашей, культуры русского народа в первую очередь с западноевропейской культурой, начиная, значит, еще со времен Ивана Грозного, а кто-то считает, что это Ивана Третьего даже, и каким образом дальше, так сказать, все это происходило. Но как и что влияло на формирование и развитие российской культуры, имея в виду ее региональный срез и особенности, вот это то, чего в федеральном стандарте практически мы не видим совсем, это то, что обязательно должно быть дополнено на уровне региональных учебников истории. Поэтому, на мой взгляд, вот те самые самобытные традиции культурные и люди, представляющие эти традиции, и являющиеся уже потом представителями нашей общероссийской экскультурной традиции, начиная с 18-19 веков, это то, что, безусловно, должно быть отражено в учебниках региональных. Как показывает стандарт, а соответственно и учебники, эту тему, это для всех оно примерно одинаково, значит, речь идет сегодня не о том, чтобы культуру показать, потому что культура обычно в учебниках истории представлена была перечнем имен людей, так сказать, без указания даже того, кто такие вообще, и что они делали, и чем они ценны для нас, а нужно было показать культурное пространство страны на том или ином этапе. Культурное пространство страны. Мы попытались в нашем учебнике показать еще одну сторону, которая раньше никогда в учебниках не ставилась. Я имею в виду миропонимание человека, картину мира человека того времени, о котором идет речь. Она, конечно, не менялась каждый год и даже каждое столетие. В основном это было вплоть до Петровских практически преобразований, это была картина мира, например, если о русском населении говорить, оно составило большинство в тот период времени, то это была картина мира христианина, христианского мира, это была, безусловно, религиозная картина мира, но что и как понималось в ней, какая специфика этой традиции была именно в нашей стране. Чем она отличалась, эта традиция, от того, что существовало в западноевропейских странах, причем не только в католическом мире, но и в протестантском, так сказать, и так далее. В какой мере протестантизм оказал влияние на развитие нашей традиции? Я говорю вот эти все слова, но вы понимаете, что в учебниках, если бы мы так сказали и написали, то вызвали бы ужас священный у тех, кто стал бы это читать. А вот показать это таким образом, чтобы было понятно ребенку своего возраста, но идеи-то вот именно эти, это очень важная задача как раз. И в этом отношении региональное звучание этой темы, она тоже есть. Именно здесь, в Восточной Сибири, так сказать, в том же Забайкалье, например, так сказать, и так далее, эта традиция связана с сынопоселенцами, так сказать, это в том числе и с поляками, которые ссылались, они приносили с собой, пусть это гораздо позже было, но тем не менее, они приносили тоже свою традицию и религиозную, и, так сказать, традицию своего уклада жизни и прочее. Поэтому вот эти все особенности мы тоже попытались здесь показать. И в том числе, на мой взгляд, ключом к пониманию вопросов культуры на разных этапах является не просто перечисление памятников каких-то или людей. Не в этом смысл, на мой взгляд. Смысл заключается в том, чтобы показать, в чем состояло принципиальное отличие развития культуры в этот период времени от того, который предшествовал, и какие предпосылки для будущего развития культуры создавало то, что рассматриваемо в этой самой теме. И тогда только станет понятно в региональных учебниках истории, какое именно место занимал тот или иной представитель культуры регионального звучания, который сыграл свою большую роль, о которой, помню, до сих пор, так сказать, здесь. И первые просветители, и религиозные деятели, миссионеры и так далее. И какое значение все это имеет для нас сегодняшних. Ну и, наконец, культура народов. Я вспоминаю такой, когда работали над текстом учебника. Значит, я содержание показал коллегам, потому что все же обсуждалось коллегиально. И мне Виктория Ивановна Уколова, которую вы тоже знаете наверняка как автора учебников по истории древнего мира, она говорит, неужели напишет кто-то, значит, повседневную жизнь культуры, повседневный быт там народов Северного Кавказа, Поболжья, Сибири, вот применительно, например, там, к 16 веку. Я говорю, ну это же показывать-то все равно надо. Но это уже нигде не было. Я говорю, ну, тем более это интересно показать. И тем более это важно показать до того, как они вошли в состав российского государства. Она говорит, ну, если это кому-то удастся, я, говорит, съем свою шляпу. Вы знаете, никогда нельзя давать оброметчивых таких обещаний. Потому что, когда это все было написано и ей уже прочитано, то, значит, о шляпе-то она не вспомнила. Но на самом деле, так сказать, можно было решить и эту задачу. Больше того, ее важно было и нужно было решить. Поэтому разделы по культуре и по вот этому самому культурному пространству нашего государства в разные периоды времени, на мой взгляд, это очень важная часть. Плюс к тому, в федеральном учебнике мы даем, конечно, например, художественную культуру национальных регионов России. Но для того, чтобы поддержать вот эту линию, которая идет на федеральном уровне и в федеральных учебниках содержится, региональный учебник должен в обязательном порядке, так сказать, этот материал развивать и детализировать. Поэтому, на мой взгляд, одна из самых важных задач, которая сейчас перед нами стоит, заключается в том, чтобы, создавая вот эти региональные учебники, мы не просто написали то, что мы хотим изложить, а то, чтобы было вписано в общефедеральную концепцию и в полной гармонии существовало с теми федеральными учебниками, которые существуют на сегодняшний день. И, наконец, вот та самая история повседневности, которая, безусловно, очень важна и которая особенно интересна как раз через вписывание того самого регионального компонента в этом отношении, в региональных учебниках истории, которые показывали бы различия того, что существовало, например, в центре, о котором говорят федеральные учебники или в европейской части нашей страны в тот или иной период времени, но и давали бы особенности этого бы до тех народов, которые жили на территории Сибири, например, или тех же самых переселенцев, которые жили здесь и имели некую иную традицию, так сказать, культурную, или тех вот людей, которые просто не по своей воле сюда попадали в том же 18-19 веках. Поэтому вот эти все позиции, безусловно, на мой взгляд, являются очень важными. Поэтому мы показывали в тех материалах для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся и сословные быты картину мира и русского человека, и других представителей других народов на разных этапах, что, на мой взгляд, очень важно. Единственное, что здесь надо иметь в виду, это то, что повседневный быт человека обычного, человека простого, жившего в сельской местности, например, если не брать уж города, он все-таки мало отличался и мало эволюционировал во прошествии времени в сравнении с тем, что происходило, например, в той же там Западной Европе, где быстрее эти процессы шли. Но это еще раз подчеркивает вот ту самую специфику, о которой я говорил, и очень важно было бы этот аспект, региональный именно аспект, выразить в тех учебниках, о которых мы говорили. Теперь, значит, то, что по поводу разных точек зрения по трудным вопросам или по любым другим вопросам, которые могут возникать. Значит, еще раз повторю, что мы эти разные точки зрения и подходы, во-первых, минимизировали все-таки, во-вторых, отдаем их после параграфа. Но на региональном уровне вот эти трудные вопросы, они все-таки вряд ли в такой остроте присутствуют, как это на уровне федеральном и в концепции нового УМК протечесной истории прописано. Поэтому здесь не особых каких-то споров, если уж говорить о Сибири, во всяком случае, там о норманистах и ненорманистах. Здесь другое. Здесь может быть или могут быть разные точки зрения, связанные с вкладом представителей различных народов и различных государственных объединений, которые существовали на территории Сибири, например, в разное время, в нашу традицию общую и политическую, и культурную. Если вы смотрели внимательно, ведь сейчас появились многотомные академические истории разных регионов страны, ну, например, история Бурятии, допустим, трехтомная, огромная, так сказать, вышла, институт Монгловения и Будологии создал, у них очень четко прослеживается как раз и национальная и государственная традиция бурятского народа, так сказать, и какую роль оказывали буряты на развитие всех тех земель и народов, которые проживали близко с ними и, так сказать, дальше от них и в какой степени они влияли на это. Поэтому здесь, конечно, есть и другие, наверное, но из национальных регионов все-таки вот именно по бурятам я бы обратил ваше внимание. Поэтому здесь нужно в региональных учебниках истории показывать, конечно, и именно национальный вот этот аспект, связанный не только с повседневной жизнью и с бытовыми какими-то проявлениями, но и с тем вкладом, который внесли представители разных народов, в общую историю страны. Ну и последнее, и это тоже один из инструментов, о которых вот было сказано и предложено поговорить, значит, приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности. На уровне региональной истории, на уровне регионалистики, о которой, так сказать, вот мы сейчас ведем речь, это имеет даже, может быть, еще большее значение через систему заданий и проектов, нежели на федеральную историю. Потому что, если мы проходим и изучаем с вами развитие, там, допустим, Красноярского края в тот или иной период, или вот, например, за последние 25 лет, то, естественно, могут быть сформулированы и поставлены задачи в проектной деятельности такие, которые обращены бы были непосредственно на те задачи социально-экономического развития, которые стоят сегодня перед краем. И взгляд, особенно старшеклассника, а именно в старшем классе будет изучаться этот материал по 20-м веку, взгляд на то, каким он видит развитие перспективы края и свое место в решении этих задач, это очень важная вещь. Поэтому показать ее можно, естественно, только через региональные учебники истории. Я на этом, как бы, и закончу, и ограничу свое выступление. Самые общие подходы только я дал, но еще раз повторяю, что в условиях, когда нет у нас национально-регионального компонента в том виде, в котором он был раньше, единственный путь, по которому мы можем двигаться, это путь многоуровневого построения курса истории, где национальная и региональная история выпадать никак не должна. И учебники для них, для решения этой задачи, даже если это будет курс по выбору школы, так и так далее, школьного компонента, в любом случае такие учебники должны быть, и они должны быть сопряжены и связаны с учебниками федеральными по истории нашей страны. Спасибо. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Уважаемые коллеги, если у вас вопросы. Зилова Габригорьевна, из-за того, что не квалификация. Александр Анатольевич, сейчас однокомпонентная модель стандарта, и в этой однокомпонентной модели есть часть, формулируемая образовательным учреждением. И с моей точки зрения, вот это поле пока не заполнено, и вызывает массу напряжения. Ну, например, историки спрашивают, есть ли рекомендуемые, лицензированные курсы, которые нужно было бы предложить учащимся. Вот, есть ли у вас такие наработки, и видите ли вы вот такую модель в рамках преподавания региональной истории? Да, вы знаете, это очень хороший и важный действительно вопрос, потому что при той тенденции, которая у нас сейчас идет по всем предметным направлениям, курс на то, чтобы сокращать количество линеек по учебным предметам, всем основным, так сказать и прочим, вся вариативная часть, которая может быть реализована, она не должна быть ни в коем случае забыта и исключена. И реализована она может быть только через ту самую возможность, о которой вы говорите. То есть это возможности самих образовательных учреждений, которые имеют резерв времени для того, чтобы эти курсы по выбору, например, так сказать, читать и по ним работать. Проблема в другом заключается, на мой взгляд. Проблема в том, что если на эти курсы по выбору, ну, например, на какой-то из курсов записался один человек, но ему-то это интересно, этому человеку, и учитель будет с ним работать, каким образом будет учитывать работодатель, так сказать, вот это время, которое, так сказать, выделяется на это, какова должна быть наполняемость тех групп, которые могут по этим курсам, по выбору работать, и каким образом и кто должен следить или смотреть за тем, чтобы содержание таких элективных курсов не было настолько субъективным, что оно по своему содержанию будет противоречить тем самым общим подходам и стандартам, которые у нас есть. Потому что я знаю примеры в одном из регионов, значит, мне говорят, а я вот читаю курс по, значит, альтернативной истории Фоменко. Я говорю, это замечательно. Если вы хотите увести всех совсем в другую сторону, тогда так и действуйте. Но ведь он же академик, я говорю, он академик математики. Вот напишите по математике тогда какой-нибудь, и, значит, представьте тоже свой, так сказать, курс, будучи историком, например, так сказать, это примерно то же самое. Хотя интересные там подходы и все прочее есть. Нельзя путать научное содержание предмета и концепции, которые существуют с теми публицистическими и просто, значит, любыми общественными дискуссиями, которые по тому или иному поводу имеют место. Иначе мы с вами будем обсуждать инопланетяне или нет, создали там египетские пирамиды или что-то еще в этом духе. Это допустить ни в коем случае нельзя. То, что касается вариативности и выбора вот этого самого, о котором мы говорим, он, конечно, может быть очень субъективен. Потому что один из учителей, с которым мы обсуждали эту тему, он говорит, а мне вот нравится февральская революция, я, говорит, буду там 20 часов им о февральской революции рассказывать. Я говорю, вы можете, конечно, рассказывать им и 20, и 30 часов, но им-то каково будет, они все уйдут к тому времени, когда вы закончите его читать, этот курс. Либо это тот гуманитарный класс, где все видят себя будущими историками, для которых действительно это будет важно и интересно. Но подобного рода курсы их скорее читают в аспирантуре для специалистов, которые ориентированы на вот данный русский предмет какой-то. Поэтому здесь в большей степени будет проблема выбора самой тематики и опирающейся на интерес человека, на интерес ребенка, либо на тот, не просто на интерес, мало ли что ему может быть интересно. Вовсе даже совсем не это. А важно при этом, чтобы это был некий сформированный интерес, исходя из тех задач и потребностей, которые имеются и у учителя, и у педагогического коллектива. Поэтому по истории они могут быть ведь разными совершенно. Вот я приводил сегодня пример по географии, по той же самой, хотя тут географа сейчас нет. Но курс, например, российского порубежья, ведь разве мы не можем и не должны знать тех, кто рядом с нами живет и с кем мы ограничим, особенно постсоветское пространство. Наверное, такой курс должен быть. Вот такой учебник, допустим, создали, но он, опять же, не для всех обязательный, а именно для тех, кто такой выбор сделает. Поэтому, на мой взгляд, приступить к планомерному и широкому созданию таких учебных пособий, которые бы отражали вот этот интерес, из чего могло бы выбрать учительство, ведь не учитель же будет создавать этот учебник, у него просто времени физически не будет, значит, должны позаботиться об этом на уровне федеральном, привить и сформировать тот интерес, который может быть, если это не региональная история, безусловно. Так вот, к этому могут приступить сами издатели только тогда, когда у них, наконец, время освободится после того, как будут более-менее стабильными сами федеральные учебники. потому что меня пугает больше всего во всех этих новациях и инновациях каждый раз то, что мы начинаем с нуля, вот не успело одно войти в нашу жизнь, еще даже не все прочитали, а нам уже говорят, вы знаете, мы это будем менять, давайте мы теперь вот это изменим, сделаем вот это, вот так, вот так, вот так. А почему? Да потому что это вот уже устарело, его еще никто не знает. Я уж не говорю, что в ходе образовательных экспериментов в каком-то времени у нас, сколько я себя помню, никогда никто не подводил итоги и не смотрел на эксперимент, экспериментом, вообще площадкой экспериментальной становилась вся страна. Ну уж пора все-таки приступить совсем к другому подходу в этом отношении, но это просто так вот уж мое плач Ярослава. А то, что касается вопроса, который вы задали, то действительно этим можно и нужно заниматься, образовательным учреждением права даны, но права-то даны, но их нужно эти самые права дать возможность еще и реализовать через выбор реальный тех самых как раз курсов или вопросов, которые действительно важны и интересны будут ребятам в старших классах в первую очередь. Интересно есть шедеврический комментарий. Возможность ресурсов, ресурсов под вот этот выбор. Нет программ лицензированных, нет ОМК к ним. Вот это проблема очень серьезная для преподавателя сегодня. Ну да, в данном случае я все-таки рекомендую использовать активно те возможности, которые предоставляет конечно не государство, потому что государству никаких специальных денег вы ни на что не получите в этом смысле, хотя речь идет об обязательном выборе и о том, что государство вроде как и должно обеспечивать. Но в данном случае в большей степени помогут наверное, поможет совместная работа с теми издательствами, которые ориентированы на выпуск учебной литературы, потому что создавать вот это новые идеи могут быть действительно очень интересными, так сказать. Если они появились и нужно их просто реализовать каким-то образом, то это возможно сделать в том числе посредством такого объединения усилий образовательных учреждений и частного бизнеса, в том числе книгоиздательского, например. потому что они вкладывают в это деньги, им важно и интересно, чтобы эти курсы были и развивали, так сказать, и делали как бы такой шлейф что ли к основным учебникам. Вот на это вполне могут найти и деньги, и возможности. Коллеги, есть? Сергей Николаевич, профессор кафедры педагогики университета. Сегодня мы тоже живем в период новации, порой, очень излишней, да? Некоторые вопросы. В 20-е годы уже давали нам пример излишнего увлечения, ну, скажем, опять же, социациональной истории. В том же Красноярском крае это был не очень удачный опыт организации национальных школ, национальных программ, преподавания различных предметов на национальных языках. Все это закончилось, скажем так, не очень хорошо. В Минусинском районе, например, в район стали приходить отчеты о проделанной работе на арабской ряде. И, кстати, никак за район не мог говорить, писать отчеты на русском. То есть, не приведет ли, вот, скажем так, увлечение, опять же, региональной историей, к возрождению или стимуляции национализма, где грань между изучением истории местности, да, и народов, проживающих на этой местности, и вот возможностью повлиять на возрождение национализма. национализм. Вот какие вопросы вы все интересные задаете. Хотел бы сказать, что любая политическая линия государства, она является откликом на ту ситуацию, которая вызывает ту или иную обеспокоенность или какое-то отношение к той ситуации, которая действительно есть. Если говорить о 20-х годах, эта ситуация ведь была не только в Сибири, она была и в других местах. Поэтому переход на латиницу, например, с арабского алфавита и с западноевропейских латиницей на кириллицу, это все было не случайно, потому что нужно было неким образом обеспечить то самое, что мы сейчас называем единым образовательным пространством. Потом, после того, как начались реформы в середине 50-х годов, например, и дальше, полагали, что все-таки нужно включить потенциал самих народов и регионов, который должен в полной мере быть задействован при решении новых задач нашего строительства и все прочее. К чему это привело в свою очередь? Хотя уже это не было прямым повтором того, что было. Привело к тому, что сформировалась не только интеллигенция, она еще раньше сформировалась в некоторых регионах, еще в 30-е годы, но уже на основе ее деятельности, сформировалась уже и политическая элита в тех регионах, которые фактически, ну, как вам сказать, да еще и экономическая основа была создана в союзных даже республиках, которая явилась основой для последующего распада Советского Союза, между прочим. То есть это объективная как раз ситуация, которая формировалась. У нас в условиях, когда было сказано, как вы помните, в начале 90-х годов, что берите суверенитет, сколько съесть, сможете, так сказать, это ведь опасная была тенденция, связанная с тем, что можно было так же легко повторить путь Советского Союза в плане распада, как это было так с прежним. Поэтому, на мой взгляд, единственно правильным и реально возможным сегодня, вот об этом я с самого начала сегодня с утра говорил как раз, что почему появились вот эти новые концепции единства образовательного пространства нужно обеспечить. Обеспечить его можно только путем определенной унификации, но забывать при этом, так сказать, те традиции и культуры, и языка, и всего прочего, что есть у народов, которые населяют нашу страну, это очень опасная вещь, потому что это тоже может спровоцировать и может быть даже быстрее спровоцировать роль, то есть рост националистических тех или иных настроений. Вот, поэтому выверенно только лишь можно это делать и там, где это действительно необходимо, потому что далеко не везде в нашей стране, так сказать, именно эта вещь присутствует как этническая или там профессиональная составляющая. Историю своего региона, например, так сказать, своей территории такие курсы, они у нас есть, они носят в основном полный юбилейный такой оттенок, потому что Москва-Видение появилось на волне подготовки к 850-летию Москвы, курс истории Петербурга появился на волне подготовки к юбилею 300-летия города, так сказать, тоже образования и так далее, и так далее. Но то, что касается этнической вот этой вещи и особенно религиозного момента, с них надо быть очень осторожным. Вы обратите внимание, что даже то, что касается Русской Православной Церкви сегодня и усиление ее позиций, например, в разных сферах, в том числе и в образовательном нашем пространстве, оно иногда имеет прямо противоположный эффект, нежели, так сказать, задумывалось изначально. Поэтому здесь нужно меру очень четко выдерживать. Каких-то установок общего характера для всех здесь быть не может. то есть это должно быть все-таки на мой взгляд очень аккуратно делаться в каждом отдельном регионе с учетом его особенностей. Но при этом все региональные учебники истории в этом глубоко я убежден, они должны опираться на общефедеральную концепцию. То есть показывать роль и значение своих людей, развитие своей территории, конечно, надо, но показывать именно так, как часть истории страны в целом. но это делать нужно и это главное, что было всегда. Как бы оно ни называлось, историческое краеведение или как-то еще. Поэтому здесь нужна золотая середина, которую найти иногда очень сложно. Продолжение следует...